Всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня мы играем в криминалочку на сервере мазин хриплый первый сервер мы здесь Кирилл Путбуль и так друзья как вы знаете вышло обновление я снимаю его в тот день когда она вышла давайте даже там покажу вот я снимаю 12 числа вышло обновление приятное обновление такое небольшое но сегодня я подробно вам его покажу я уже снимал про дома для семьи точнее особняки для семьи я думаю многие его смотрели в принципе сегодня подробно посмотрим это обновление на особняках я не буду зацикливаться кому интересно насчет особняков пацаны то посмотрите видео я там снимал про особняки кто не смотрел и кто хочет пацаны если вы хотите то я сниму отдельное видео стоит ли покупать этот вообще дом какие его плюсы и минусы и нужен ли он вообще кто хочет чтобы я снял такое видео то пишите в комментариях и обязательно ставьте лайк и давайте пацаны поактивнее давайте постараемся набирать под каждой серии 100 лайков я думаю вам это не будет трудно потому что я стараюсь специально для вас я уже снял почти на мазинге 1000 серии должны сами понимать я стараюсь поэтому поставьте бет на лайк просто обязательно поедем на гтери с ним изменений каких нету абсолютно вообще нету изменений с ним давайте кстати я наверно вот так вот сделаю сейчас секунду кит пишем так конечно прикольная команда сделали что ли випов такие плюшечки раз в день я думаю это будет мне полезно так все заводим двигатель и едем смотреть обновление добавили конечно немного конечно да немного добавили извиняюсь и буду творится пацаны сейчас очень минуточку внимания хочу поставить вам свой бизнес мой бизнес это аптека в городе южный находится он возле башни останкина также рядом возле 100 южного найти мой бизнес можно через gps 6 раздел листайте в самый низ и вот мой бизнес 41 моем бизнесе можете купить аптечки маски и разные лекарства и не только если вы любитель сходить на вы че либо патрулить полицейских то вам именно ко мне вход конечно же бесплатные заходите и закупайтесь ну как всегда не все не может быть ладко короче все не может быть ладко потому что у меня просто крашу до слабого запись нормально сохранилась слава богу она нормально восстановилась поэтому можно дальше продолжать снимать надеюсь у меня в дальнейшем при записи этого видео не крашнет потому что это будет очень хреново если в конце еще крашен потому что полностью может не остановиться если очень длинный видос вот рублевка пацаны кто не знает это для семей я в чистак покажу просто не будем на этом зацикливаться вот дома что никто еще ни один дом не купил серьезно ну странно на седьмом сервере один дом купили кстати ну не знаю блин у меня свое мнение насчет этой темы насчет этих домов особняков точнее для семей повторюсь есть вы хотите чтобы я снял плюсы и минусов этих особняков нужны ли они вообще так далее поэтому ну кто хочет короче пишите в комментариях и ставьте лайк короче да я жестко туплю пиздец потому что после работы устал пацаны будет просто не представляете как поэтому да и вообще не выспался за эти два дня очень мало спал поэтому да короче поехали посмотрим обновление добавили мероприятие гонки на лодках короче сейчас мы посмотрим регистрация находится вроде бы как на пляже южного но я в принципе так и знал что будет какие-то гонки но интересно не сделали то чтобы лодки не ломалась потому что если на трамплинах прыгать кто при там двух-трех прыжках лодка просто полностью ломается и все поэтому если они это не профиксили то будет очень даже печально сейчас спустимся вниз и посмотрим эту регистрацию хотя бы так регистрацию а вон регистрация здесь сделали чтобы можно было переодеваться так понимаю или что работает да мы здесь можно переодеваться теперь здесь можно будет купаться и по моему получается батареева на пляже тоже там тоже можно будет купаться и переодеваться короче ну прикольно прикольно вон находится регистрация у нас вон там вот видно этот чекпоинт так сказать вода регистрация на гонке на лодках в данный момент регистрация доступна ну если я как-то смогу попасть на это мероприятие если будет время то обязательно запишу видос подробную информацию вы можете посмотреть пацаны в официальной группе я вот снял видос про абсобняки и буквально через час вышел список обновлений потому что ну я случится случайно заметил то что добавили особняки решил записать видос и через час уже выложили полный список обновлений и включили первый сервис или на него обновы я так полагаю сейчас поедем в казино там добавили старый интерьер честно я не помню как он выглядит хотя не помню 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 там еще по моему ночью парнуха включалась но я этого не видел честно говоря что типа варнуха было но что-то об этом слышал сейчас доедем посмотрим действительно ли изменили интерьер на старый какой был раньше интерьер изменили только в казино батырева другие казино не изменяли там интерьер но если вам понравится писали разработчики то сделать такой же самый интерьер во всех казино я на самом деле думал что казино не будет бизнесом но видимо они передумали что или еще этого не сделали потому что владельцы бизнеса восстались как бы казино поэтому просто добавили казино в батырево а я думал что вообще убрали казино и в южном и в арзамасе и только батырево оказалось нет кстати такая инфа насчет gtr что с ним будет делаться сейчас он в стоке в принципе меня он устраивает пока что спокойно езжу на нем вообще заебись так сказать едет он 120 будем считать что нас ну на самом деле так у нас gtr в стоке в стоке на самом деле gtr не едет ну в реальной жизни я имею ввиду потом поставим один чип 2 и я просто жду пока джонни бред потому что у меня средств нету я скорее всего перекинул машину и он туда поставить чипы как бы все равно деньги все уйдут можно говоря можно сказать ему в бизнес гитара подвеска хорошая заряжать можно нормально на самом деле в казино батырево мало людей тусуется как я заметил все тусуются где и раньше короче не тусуются и все вот у нас здесь 10 тысяч я так понимаю казино на солье да ну что-то не его изменили он не такой сам как был раньше но похож похож очень даже похож на самом деле ну прикольно чего прикольно фонтанчик такой давайте скриншотик сделаем вот такой вот не ну прикольно чем увидите здесь людей вообще нету все привыкли в южном тусить в казино либо в арзамасе а здесь людей вообще нету и входе здесь тысяч поэтому людям выгоднее ходить в казино арзамаса южного так здесь у нас скорее всего бар я так полагаю да давайте у меня водички попьем чисто так нормальный что интерьер мне нравится он больше чем в обычном казино в принципе прикольно что они его вернули как бы это довольно таки очень даже прикольно красавчики красавчики но насчет особняков повторюсь тема очень спорная прям очень спорная так продолжаем короче перейду привет дэн диско дар при тебе большой передал он мне кстати помог я порт не мог найти так садимся в gtr и поехали спасибо не за что что он со мной хочет поехать стой что-то что гов казино на бенз чё на бенз мне ну не нужно не понял что его не понимаю вообще он не тачку западали просто не ведь сначала не понял на бенз чудо не просто канистры не было видно вернули пацаны старый порт дальнобойщиков но он измененный сейчас мы посмотрим я его не видел лично там походу и работа какая то есть на рогрузчик сейчас посмотрим короче такой подробный обзорчик я думаю никто так не снимает под подробные обзорчики нихуя себе порт блять нормально ох ты ёпта на этих машинках блин круто я бы тоже поработал так давайте где-то паркнемся я думаю вот здесь и посмотрим подробненько порт как он выглядит вообще это чувак за мной бегает сюда мы можем забраться давайте сейчас залезу на контейнер и посмотрим сверху так не будем просто бегать полностью посмотрим что и как из контейнеров не ну выглядит довольно таки симпатично я бы сказал это полноценный такой порт ухты даже то хрень двигается смотрите кран двигается блин круто жалко ним работать нельзя было бы круто вообще смотрите и это тоже двигается блин атмосферника вам скажу атмосферника так давайте я попробую поработать на этой штуке хотя не знаю стоит имеет ли это смысл вообще так одетут а вот давайте пробовать проехаться так он не человек зовет что что так давайте возьмем машинку эту пока что чок мы толкают машину плюс до чувак серия федор гроссман привет тебе так давать пробуем поработать на этих машинках маленьких что я застрял блин так давайте шлифует пушка гонка просто посмотрим ну тут тысячу платят конечно блин проще же на грузчиках в этом работать в горели там побыстрее будут на это но здесь наверно поинтереснее не знаю не на работа прикольно видите здесь уже люди работают это довольно таки круто блин мы это херня неудобно управлять вообще вообще ну на ней задом было бы удобно ездить но я думаю это запрещено правильный сервер поэтому лучше задом не есть и не катайтесь потому что я думаю в либо вар могу дать либо деморган по-любому потому что на комбайнах нельзя по-моему так само ездить задом типа блин что ты так двигаешься это очень круто так я думаю не будем много работать давайте я уже закончу посмотрим сколько нам заплатит так он чувак что кричит кирилл так давайте так поставим его здесь мой кар рассказать что что то что так 400 рублей на такое не знаю наверно лучше в шахте будет работать скорее всего минуточку внимания хочу поставить бизнес своего друга его бизнес это и стол в городе южный найти вы можете легко она находится недалеко дпс и недалеко от пг южного вы сто вы можете поставить различный тюнинг перекрасить свое авто поставить азот чтобы ебать всех со светофора поставить различные диски чтобы ваша машина была четкая также починить и ускорить ее по максимуму на каждый автомобиль цены разные чем машина дороже тем дороже на нее тюнинг прокачивайте свой автомобиль только в этом сто так все это с подписчика ему там бабок накинул надо снять чтобы если этом сломаюсь либо бенз так снять 50000 у меня все бабок пацаны еще вот поэтому и даже нитро не могу поставить да на самом деле блин лучше б сука эти деревья ебучий убрали отсюда реально мне уже бомбить серьезно у меня тупо бывает 5 fps серьезно сейчас 90 fps вот 60 сука начинается к дёраться видите это просто пиздец реально у меня бывает просто того что если я быстро здесь проезжаю у меня тупо ком залагивает у меня комп хорош пацаны у меня и 5 стоит у меня 1050 x видеокарта и сука блять ебаные деревья уберите их нахрен нахера блин даже рубровки не видно нахера их понаставляли серьезный такой бред реально я уже блин не первый месяц так езжу через эти деревья меня реально блин бесит просто у меня такие подлагивания просто смотрите везде деревья понимаете если у меня лагает у кого слом комп слабый у него вообще на этом пиздец шоу просто происходит комп нахуй взрывается поэтому блин уберите нахрен ты деревья если разработчики там или бадмины смотрят о блин скажите ну серьезно блин я думаю один такой как какого бесит эти ебаные деревья их сильно много понаставляли там просто сильно много они там не нужны лучше пусть будет видно рублевки так будет получше я думаю и лагать ни у кого не так сильно будет а то блять две рублевки деревьев у его куча блять и понятное дело что у всех будут лагать принц особенно дальнобойщики всегда то есть это не по-любому лагает и происходит постоянно полный пиздец реально блин серьезно лучше бы они деревья убрали да тут везде деревья по всей карте в принципе но блин именно на наш они там очень много деревьев там просто лагает сильнее всего там просто невозможно ездить нормально просто я вот так по раз 8 дергаюсь пока проеду блять это просто жесть реально кто за то чтобы убрали деревьев пацаны пишите в комментариях и ставьте лукасы потому что ну серьезно тоже я думал об этом вообще отдельный дождь снять насчет этих деревьев ебучих ну серьезно это блин пиздец просто пиздец реально так вот что еще добавили это находится возле базы дальнобойщиков добавили маппинг но он еще не задействовал это маппинг для новой фермы вот вы можете это заметить сейчас давайте подедем посмотрим повнимательнее так сказать и добавили новую дорогу и новую деревню так понял видите тоже добавили блин вот вот ферма красиво кстати выглядит но скорее всего нора комбайнов здесь не будет я так думаю потому что блин до комбайном очень мало места их их всего две штуки этих комбайнов и пасон за них драка дм происходит номер п и так далее поэтому лучше бы они поле для комбайнов побольше делали и вообще комбайнов побольше разделали бы ну маппинг прикольненький чего ферма на самом деле блин не нравится больше что ферма находится в батырево то есть роговичах не знаю посмотрим что здесь будет конечно что еще по мелких изменениях это по моему измели видите название итальянской мафии теперь это чеченская мафия ну вроде бы больше ничего не меняли такого названия и вот как видите вон там добавили дорогу сейчас проедемся посмотрим что там и как будет новая деревня я уже жду скорее чтобы заселить и домики домики такие прикольные но не будут по любому по стеблям где-то вот эти дома строить так продолжаем короче вот такого деревушка добавили ну скорее всего и заселял следующем обновление я не знаю возле муче уже заселили или нет или шахту сделали конечно обновление так много но они свои обещания выполнять то что не будут каждый месяц сделать обмогу и бать дорога просто пиздец понимаете у гетероподвеска нормальная я все равно умудрился разъебаться это чувак так вот такая дорога блин давайте с этим посмотрим может там дома заселили не просто интересно посмотреть потому что ну скорее всего можете да может быть нет сейчас посмотрим короче до шахту теперь задействовали терпо землю тоже можно будет работать давайте сейчас посмотрим я так и думал что так и будет шахта старая ставили до шахта стали старыми даже смысла нету смотрите и просто теперь будете знать что можно теперь и снаружи работать и под землей думаю этого вам достаточно короче так поехали тогда посмотрим заселить там дома или нет я просто не в курсе бизнес не видите здесь бизнес здесь не поставили скорее всего дома тоже не поставили ебать монстр здесь ляму продают что-то так дешево пиздец монстр здесь ляму видимо я давно не играл еще блять и больше за 15 раньше их продавали чувак здесь продает что-то подозрительно я бы на самом деле купил бы себе но нету денег нету места у меня поэтому не судьба я на самом деле от помните видос как я гтр покупал что я говорил типа чуть не психанул не слил аптеку в гос так вот там короче чувак продавал монстр за 15 миллионов у меня было по моему все миллионов если бы я слил в гос бы бизнес мне бы хватило него ну именно на него хватило бы и все денег бы не было я бы поставил на него платы но бля я все-таки передумал и решил взять гтр потому что монстр да это круто там по полям можно ездить его плюс только в том что по полям можно ездить так я в нем плюсов особо так не вижу да это типа там может быть статус какой-то хотя спорно на самом деле я просто хотел монстр купить этот и поставить на него блат номера именно вот эти номера я думаю было бы прикольно ну и возможно потом будущем перепродать потому что я на блатах монстров не видел на первом сервере лично поэтому я хз ну что ж вот такой вот приятное обновление пишите обязательно в комментариях что вам в обновлении понравилось что не понравилось почему ну и обязательно ставьте лайки не забывайте и подписываться тоже на канал не забывайте но я с вами прощаюсь короче пацаны всем пока пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова